урок на тему что такое шорт или короткая продажа без покрытия short от английского слова short переводится как короткий это тип биржевой сделки при которой трейдер продает акции взятые в долг то есть фактически это продажа тех акций которых нет в наличии по-другому такая операция называется короткая продажа или продажа без покрытия такие сделки заключают игроки на понижение или медведи удерживая позицию short трейдер зарабатывает когда рынок падает и теряет деньги когда рынок растет механизм операции short очень прост трейдер продает акции взятый в долг у брокера по высокой цене а затем когда цена упала откупает ценные бумаги обратно закрывая долг перед брокером в результате на счете остается прибыль стандартная сделка строится так сначала вы покупаете акции по низкой цене а затем продаете их уже по более высокой цене получая прибыль так происходит не только с акциями аналогичная ситуация в бизнесе вы дешево покупаете товар который планируете продать дороже и в результате получить доход short по сути это такая же сделка только эти два этапа следуют в обратном порядке то есть сначала идет продажа по высокой цене а затем покупка по низкой цене в итоге вы получаете прибыль для лучшего понимания можно представить как бы выглядел short в бизнесе вы знаете что скоро цена например на iphone снизится вы занимаете 100 айфонов и продаете их пока они стоят дорого то есть у вас есть долг в виде 100 айфонов потом цена на них падает вы откупаете эти 100 айфонов по низкой цене и возвращаете эти айфоны кредитору закрывая таким образом долг разница между покупкой и продажей это и есть ваша прибыль точно так же и с акциями я могу занять полторы тысячи акций газпрома у брокера и продать их как свои собственные по 318 рублей то есть я заняла полторы тысячи акций не деньги а полторы тысячи акций и возвращать я буду не деньги а количество акций я продаю их за 318 рублей и получаю на счет 477 тысяч рублей за продажу таким образом на счете есть деньги от продажи акции то есть плюс 477 тысяч рублей и долг перед брокером в виде минус полторы тысячи акций цена падает до 117 рублей и я принимаю решение закрыть сделку вернуть долг и уйти с рынка я покупаю полторы тысячи акций газпрома по цене 117 рублей то есть трачу на это 175 тысяч 500 рублей закрываю долг перед брокером в виде ценных бумаг и в моем распоряжении остается прибыль в размере 301 1500 рублей как занять акции у брокера технически это очень легко нужно просто продать те акции которых нет в портфеле в терминале отразится примерно такая информация текущий остаток по гмк на рельский никель минус 98 штук при этом писать дополнительных заявлений на кредит не требуется все происходит автоматически значение без минуса говорят о том что акции куплены и находятся в портфеле ноль напротив газпрома говорит о том что сделка по данной бумаге закрыта то есть нет ни ланга ни шорта на рынке акций в шорт предлагаются далеко не все ценные бумаги представленные на бирже шортить можно только те акции которые соответствуют определенным критериям эти критерии устанавливает фсфер федеральная служба по финансовым рынкам также она определяет перечень акций разрешенных для операции шорт в основном это самые ликвидные ценные бумаги крупнейших российских эмитентов брокер вправе предлагать клиентам займы в виде ценных бумаг только по тем акциям которые есть в списке фсфер давать в шорт другие акции брокеру запрещается такой заем конечно не бесплатный и за продажу акций в шорт брокер возьмет дополнительную комиссию как и любой банк берет плату за денежный кредит в среднем по стране такая комиссия составляет порядка 15 процентов от денежной оценки акций взятых долг если я занимаю акции и в тот же самый день их возвращаю то есть провожу операцию внутри дня внутри одной торговой сессии то платить 15 процентную комиссию в таком случае не нужно но если я переношу эту позицию через ночь то за этот перенос через ночь я должна буду заплатить процент и этот процент составляет условно 15 процентов умноженное на количество дней в позицию шорт и деленное на 365 дней при совершении коротких операций с акциями существует еще одно ограничение вы не сможете зашортить акцию если она с открытия торговой сессии уже упала более чем на 3 процентов за день например вчерашнее закрытие по обыкновенным акциям сбербанка составила 90 рублей если цена на сбербанк в течение текущей торговой сессии опустится ниже 87 и 3 десятых рублей а это и есть минус 3 процента от 90 рублей то зашортить акцию не получится в случае если в течение того же дня цена вновь вырастет и процент снижения составит менее трех процентов то возможность совершить короткую продажу или шорт возвратиться на следующий день отсчет начинается заново если с момента открытия цена упала более чем на 3 процента то зашортить акцию вы не сможете